Бам-бам! С вами снова Дугмама Аня и, как вы знаете, на нашем канале, кроме моих собак Чихуаса Пьевана, есть и другие породы. И сегодня мы с вами посмотрим, как моет и сушит собаку профессиональный заводчик, на примере вельшкорги кардигана. Смотрим и учимся! Поехали! Чаще всего шампуни для собак концентрированные, и их нужно разбавлять. Читайте внимательно инструкцию. Не используйте мыло или шампуни для людей. Можно мыть собаку разбавленным шампунем и распенивать его уже на собаке, руками или губкой. А можно заранее сделать пену из шампуня и поливать собаку этой жидкостью. Ммм, как пахнет эта пенка? Совсем не ешь пену. Если вы моете собаку в обычной, а не специальной ванне, удобно будет постелить резиновый коврик, чтобы собака не скользила. Нежелательно, чтобы вода попадала в уши собаки. Есть хороший способ. Заложить собаке в уши обычные ватные тампоны, а также берегите нос собачки. У собак температура выше, чем у человека. Вода, которая для нас теплая, для них может быть горячая, поэтому вода должна быть комнатной температуры, не слишком теплая и не холодная. Тщательно смачиваем шерсть собаки водой. Выливаем уже готовую вспененную жидкость на собаку или намыливаем собаку шампунем. Тщательно распределяем шампунь по всему телу, хорошенько массируя каждый участок. Мы специально взяли собаку, которая линяет, чтобы показать, насколько быстро можно избавиться от лишней шерсти при помощи мытья. Купание стимулирует линьку, особенно во время самой линьки. Даже за пару раз вы уже избавитесь от большого количества лишней шерсти. На дворе уже осень и это актуальная проблема, и мы обязательно о ней скоро снимем видео. Итак, моем все части тела качественно и не торопясь. Голову, морду, спину, живот, лапы, хвост, интимные места. Если собака вдруг захочет отряхнуться, чтобы не было брызг, можно слегка нажать на спину, холку или голову руками сверху, и это ее остановит. Мыть собаку лучше на два раза. Также можно использовать кондиционер после мытья. Класс, будешь чистый баба? Угу. Тщательно смываем остатки моющих средств, чтобы впоследствии у собаки не случилось аллергии или раздражения. Музыка После того, как мы очень хорошо смыли все вместе с лишней шерстью, нужно хорошенько просушить собаку. Это можно сделать просто полотенцем, но это дольше и тяжелее, особенно если собака большая. Можно человеческим феном, но будьте внимательны при его использовании. Воздух не должен быть горячим, и неприученная собака в первый раз может испугаться громкого звука включенного фена. Либо, как это делают профессионалы, специальным феном, который выдует всю лишнюю шерсть и моментально высушит собаку. Помните, процесс купания должен приносить собаке положительные эмоции. Общайтесь с собакой на протяжении мытья. Хвалите ее, если она ведет себя спокойно. Не применяйте грубой силы, не кричите, не раздражайтесь. Этим вы только напугаете собаку и создадите неприятные ассоциации с купанием. После можно щедро наградить лакомством или игрой. Если ваша собака не приучена мыться, мы обязательно снимем видео о том, как приучить собаку к мытью. Мама меня помыла, а теперь можно снова испачкаться, чтобы снова помыться. Болик, а ты что тут делаешь? Ты что, так любишь мыться, да? Да, не, я это, я просто так. Любите своих собак, заботьтесь о них и будет вам счастье. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить другие интересные и полезные видео. Ставьте лайк этому ролику и делитесь им с такими же любителями животных. Субтитры сделал DimaTorzok